И снова здравствуй, мой дорогой зритель! В этом выпуске тебя ждет знакомство не просто с очередным блокчейн проектом, а с нечто большим. Знаю, многие из вас до сих пор скептически относятся к децентрализации и не верят многочисленным проектам, так как некоторые люди действительно используют революционную технологию исключительно в своих целях – целях наживы. Из-за чего, собственно говоря, и страдают многие другие действительно достойные проекты, которые, наоборот, всеми силами стремятся использовать эту современную технологию во благо, причем не только в рамках какой-то отдельной сферы, но и даже в рамках одной большой страны. И как вы уже, возможно, успели догадаться, речь сегодня пойдет как раз о таком проекте, который намерен произвести децентрализацию всей экономики Судана с использованием блокчейна и разработанного смарт-контракта. И называется все это МРОУЧЕЙН. Да-да, вы не ослышались, речь у нас сегодня пойдет об одной из трех крупнейших стран африканского континента, как по площади, так и по количеству природных ископаемых. Для тех же, кто не знает, Судан является одной из самых важных стран во всем мире. Ведь благодаря его сельскохозяйственным ресурсам, богатому животному миру, который насчитывает свыше 107 миллионов голов коров, овец, коз, верблюдов и около 4 миллионов голов лошадей, не говоря уже о сотнях тысяч тонн залежей хрома и марганца. Это, конечно, все хорошо, скажете вы, но какое-то все отношение имеет к текущему проекту. Самое, что ни на есть прямое. Ведь, как я уже сказала, команда разработчиков смарт-контракта МРОУЧЕЙН стремится преобразовать экономику всей своей страны в сильную экономику, основанную на новейших технологиях и которые позволят быстрее связываться со всем миром. Стоит отметить, что данный смарт-контракт работает в сети Tron, и их основная цель – превратить этот контракт в полную цепочку, чтобы в будущем можно было создавать смарт-контракты для компаний, частных лиц, банков и государственных учреждений. Однако, несмотря на то, что созданная платформа способствует включению всех государственных и частных секторов в единую децентрализованную экосистему, способствуя неограниченным платежам и переводам, разработчики все же столкнулись с небольшим препятствием, которое по большей степени связано не сколько с технической составляющей, сколько с пониманием и применением этой технологии сообщества, а в частности, должностными лицами банковской системы. Так как для них это действительно что-то новое. Поэтому, чтобы люди стали больше разбираться в данной области, команда разработчиков намерена производить обучение, чтобы объяснять не только саму технологию, но и то, как ее применять и получать от нее пользу, что считая очень грамотным решением. Но почему же разработчики Meroachin решили пойти именно таким путем развития? На это, на самом деле, есть достаточно причин. Во-первых, из-за проблем, с которыми пришлось столкнуться с Судану при возвращении к глобальной банковской системе после эмбарго и санкций, которые изрядно истощили ее за последние 20 лет. С появлением технологий блокчейн и смарт-контракта, Meroachin способен решить целый ряд существующих проблем, а именно устранить коррупцию, обеспечить честное финансирование проектов, решить проблему перевода денег как в Судан, так и из Судана, решить проблему с уклонением от уплаты налогов, а также обеспечить быстрый сбор налогов для госорганов и много чего другого. Но самое главное, что все это только начало одного большого пути, потому что команда разработчиков также планирует внедрить эту технологию и во все другие аспекты жизни, а именно образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, полезные ископаемые и т.д. Ведь, как я уже говорила в самом начале ролика, Судан – это самая настоящая продовольственная корзина мира, обеспечивая поставку таких товаров, как хлопок, кукуруза, кунжут, пшеница, фрукты, овощи и т.д. Поэтому внедрение технологий блокчейн в производство и финансирование всех процессов в значительной степени облегчит как производство, отгрузку, наблюдение, так и борьбу с коррупцией. А это, считаю, очень здорово. Поддерживать же всю эту платформу и созданный смарт-контракт намерен токен MRC, который, как я уже говорила, создан на основе блокчейна Tron. Стоит отметить, что токен залезтен на бирже LATOKEN и уже вовсю торгуется там. При этом, обращу ваше внимание, что эмиссия MRC ограничена и составляет всего лишь 1 млрд токенов. Сейчас же этот токен только набирает популярность, поэтому его объем торгов не очень высок. Однако, чтобы повысить популярность своего проекта, команда разработчиков предлагает всем желающим принять участие в их конкурсе, где вы, торгуя минимальным количеством 150 000 MRC в рамках отведенного периода, сможете получить долю от 1,5 млн токенов MRC. Вы только представьте это! Не знаю, как вы, а я приятно впечатлена. Учитывая тот факт, что все условия конкурса самые что ни на есть элементарные. Ведь, как я уже сказала, все, что вам нужно, так это просто вести активную торговую деятельность на бирже LATOKEN с минимумом 150 000 MRC токенами в период с 10 февраля по 3 марта 2021 года. Победители же будут выбираться на основе объема торгов, количестве покупок и продаж. Всего будет 10 победителей, среди которых и распределится доля в 1,5 млн MRC токенов. При этом, для получения своих вознаграждений у вас обязательно должна быть пройдена процедура проверки личности KYC минимум 2 уровня. Что ж, все остальные детали торгового конкурса от MRC вы узнаете уже самостоятельно, так как ссылку на него я обязательно оставлю в описании под этим видео. На этом же мой небольшой видео обзор подошел к концу. Надеюсь, вы по достоинству оцените данный проект, так как цели у него действительно великие и ему предстоит приложить немало сил, чтобы воплотить их в жизнь. Кстати, чуть не забыла сказать, проект MRC является официально зарегистрированным на территории Судана, о чем, собственно говоря, свидетельствует его регистрационный номер, так что имейте это в виду. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. А пока я благодарю вас за просмотр и желаю всем вам отличного дня и прекрасного настроения!